Блин, это вы. Здрасте. Зацените, это круто. Это очень восторженный тайваньский бейсбольный комментатор во время хоумрана. Этот мяч, этот мяч уже никогда не вернётся. Он уже далеко улетел, прямо как бывшая подружка, которая уже никогда не вернётся. Хоуран! Это видео собрало полмиллиона просмотров за пару месяцев, и как я уже сказал, это спортивный комментатор из Тайвани, который, видимо, говорит подобные смешные вещи всё время. Знаете, я хочу услышать, как он прокомментирует остальные вещи. Ты грязный, как твоя сука-шлюха-мать, которая никогда не моется. Бельгии, как твой бомжа-радец, который должен ходить на работу, потому что не может позволить себе автомобили. Ты одинокий, как твоя жирная сестра, потому что от неё воняет. Я немного подшучиваю и поддерживаю парня, который пытается сделать игру более интересной. И ещё у меня есть серьёзный вопрос. У каждого в Тайване есть статуировка, на которой сказано, сделано в Тайване. Я знаю, что вы почувствуете себя мудаком с меяс над этим, но... Это нормально. Просто примите это. И врите, что приняли это. У этого ролика сейчас миллион двести тысяч просмотров, и вот как звучит паника на дороге. Чё, я моё, ты делаешь?! Оу, ещё бы чуть-чуть, и они бы столкнулись. Это могло бы закончиться трагически, но не закончилось. Я думаю, это очевидно, что весь прикол заключается в крике этого парня. Ладно, хватит высмеивать парня, давайте всё по-быстренькому разберём. Я думаю, этот грузовик решил объехать снегоуборочную машину прямо под горочку перед поворотом. Да, идеальное время, чтобы объехать кого-то. Водитель попытался замедлиться, но был вынужден повернуть направо. И поцарапаться об ограждении, чтобы избежать столкновения с грузовиком. Знаете, я не меню парня, который прямо обоссался от страха. Я кричу, как женщина, всякий раз, когда я нахожусь на парковке продуктового магазина, и корзина едва не ударяется об мою машину. И так как водитель грузовика покинул место происшествия, этот парень разместил видео в интернете в надежде, что, может быть, кто-то выявит личность водителя этого грузовика. Ты не проверял крейк-лист несостоявшихся стыковок? Вы никогда не хотели увидеть полуголого мужика, бегающего босиком по улице, пытающегося ударить автомобили? Да! В реальной жизни произошло бы та мужик, который по непонятным причинам оказался посередине улицы, и просто пытается биться всей пушки по тачкам. Этот ублюдок испугался прям тут. Этот испугался пиздец как! Ну, конечно же, ради справедливости дела пошли плохо. Это вроде очевидно провести сравнение с GTA, потому что он на вид похож на того персонажа Тревора, не так ли? Это должно быть GTA-мод с соли для вана. Так что же случилось в реальной жизни Тревора? Ну, то же самое, что происходит, когда вы играете в GTA. Арестован! Я понимаю желание сымитировать видеоигру, но это... не всегда получается. Иногда я играю в реальной жизни в Марио Бразерс, где я им грибы проскальзываю в канализации, топаю на черепахах и прочем дерьме. И, возможно, спасаю принцессу, и, возможно, она позволит мне увидеть половину ее сисечки. Я просто хочу, чтобы тайваньский комментатор был здесь для этого. Ты мудак! Ты облажался! У тебя нет бывшей девушки! Ты попадешь в тюрьму и будешь тюремной сучкой! Ладно, народ, мое время вышло на сегодня. Спасибо, что вы терпели мой российский-азиатский акцент. Не забудьте заценить все видео, ссылки на которые внизу в описании. Увидимся на неделе в моем подкасте. Я Рэй Уильям Джонсон, и я подписываюсь под этим. Беги, как твой бомжар, отец, который должен ходить на работу, потому что не может позволить себе автомобили. Это было немного по-русски. Хорошо, что было не так? Неужели мы не в фокусе? Мы не в фокусе, черт. Я не знаю, что это было. У нас что, кто-то не знает, как смывать воду в туалете после того, как он насрал туда? А завучено по версии Грида.